Продолжение эпопеи. Сегодня в Соломинском суде Киева слушали дело Романа Насирова. В чем на этот раз обвиняют остраненного фискала и почему 100 миллионов внесенного залога хотят отдать государству. Разбирался Богдан Вербицкий. Очередное заседание по делу экс-фискала Романа Насирова состоялось сегодня в Соломинском райсуде города Киева. Но вот слушание в этот раз проходило как раз не по обвинению в денежных махинациях. 6 березня 17-го года национального антикоррупционного бюро та специализованной коррупционной прокуратуры на дешевле листов до полноваженного офицера национального агентства с борьбой с злочинностью Великой Британии, с которым Роман Насиров поставил на перелизованную гражданину Великой Британии в месяц 2012 года и властником британского паспорта. Цена такой ошибки. Насирова может стоить его семье 100 миллионов гривен внесенного залога. Ведь САП и НАБУ требуют перечислить всю сумму в госбюджет. Напомню, в начале марта залог за экс-фискала не слежена и кесть. По 50 миллионов гривен каждый. Защита Насирова уверяет, никакого английского паспорта и в помине нет. Более того, адвокаты чиновника допускают. Сведения антикоррупционеров могут быть неправдивы. Против данных движений на сторону заграда, на нашу думку, загально, есть подвертых видны и не грунтуются на положении чиновного законодательства. Материалы этого проведения, которые нужны, такого запаса не есть. То есть, мы констатуем факт того, что почему прихованный документ, который должен находиться в материалах проведения. Не совпадают, по словам Насирова, и обвинения в несвоевременной сдаче украинского заграничного паспорта. Экс-чиновник уверяет, он просрочен. Действительно ли просрочен паспорт? И если у Насирова британское подданство разбираться будут уже завтра, заседание все в том же Соломенском суде продолжит уже в 10 часов утра. Богдан Вребицкий, Андрей Кузнецов, Анна Каменева. Подробности телеканал Интер.